алексей и любовь самое сердце компания актив компании выдумщики у нас в гостях представить свою продукцию познакомиться и рассказать нам о всех преимуществах и вы свои продукты на стол мы собрали по магазину все все что у нас есть от компании актив и это достаточно большой ассортимент посмотрите только мыльных основ какое количество и если честно я сама в них немножко путаюсь и именно поэтому супер здорово что к нам сегодня приехал алексей который вам расскажет как различить что для чего можно применить ассортимент мыльной основы актив достаточно широк это больше 50 видов 50 наименований этой белой основы и прозрачные основы и основы цветные и основы с добавками основы с нуля уникальная мыльная основа называется актив макс ойл основа которая принимает больше 30 процентов масел касторовое масло принимает принимает масло подсолнечное принимает авокадо до 100 процентов расскажи мне на самом деле вот про цветные основы они на самом деле очень классные потому что во первых от партии к партии стабильность цвета то есть если мы делаем мыло большим объемом то нам очень важен очень важна стабильность цвета а это во первых во вторых цвета не мигрирует это тоже очень важно при многослойном мыли при пипеточной заливки там глазки ушки и так далее плюс очень удобно когда не нужно заморачиваться с дозировками красителей и так далее то есть просто отрезаешь заливаешь и ты уверен что цвет насыщенный ты уверен что он не смигрирует что он будет всегда одинаковые твои покупатели готового было либо те кому-то ему дальше будут ассоциировать уже качественный продукт именно с тобой вот шоколад я в него влюблена мне кажется сложно более достоверный цвет но с красителями точно невозможно получить тиффани очень сейчас интересный цвет он на волне моды скажем так добиться его в стабильности посредством красителей смели их смешивания достаточно проблематично и сложно карамель можно взять добавить еще белый и получится телесно а какие у вас самые популярные из цветных основ это угольный шоколадный безусловно это такие лидеры продаж для сверлов здесь еще одна задумка сверла насколько мыловары знают мне достаточно сложно вымешать хорошо краситель а за счет того что они более густые да то есть краситель растворить в них сверла застывает быстрее то есть пленка образуется быстрее и у некоторых бывают жалобы что например сверли хорошо вымешать краситель у кого-то не получается и кроме того можно сразу оттенки подобрать например они все хорошо между собой еще получают расскажи еще про формы пожалуйста потому что вот силиконовые они интересные такие необычные тоненькие да во первых это доступный силикон во вторых в нем можно выпекать можно печь все что хотите то есть вот сюда вот можно положить кексы абсолютно точно так вот а что касается допустим основы с оливкой основы с маслом ши в составе часто нам задают вопрос вот пыталась взять пытался взять обычную классическую прозрачную основу и добавить туда масло какао и она мне почему-то не осталась такой же прозрачной или перестала пениться и так далее все верно потому что то масло которое входит в состав этих основ она омыли нам уже при производстве мыльной основы всем известно что мыло варенье оно на две так называемых больших группы делится это те кто варит мыло с нуля и те кто варит мыло из основы максойл позволяет дружить две этих компании и он выступает как неким таким промежуточным звеном между мыло с нуля и мыло из основы мы много общаемся с мыловарами они говорят вот хотелось бы конечно побольше масла добавить вот очень хочется вот особенно те кто варят с детьми и когда люди читают мыло ручной работы с маслом таким то то есть им хочется верить в то что масло в этом мыли ну больше чем 0 3 чайной ложки до 100 грамм до 50 грамм прозрачная 50 грамм максойла да и 15 грамм масла потому что 30 процентов и 50 грамм максойла больших ложки это 15 грамм можем попробовать давай да вот это я хочу попробовать сразу чувствуем легкий запах кто-то называет этот запах ванилькой кому-то он нравится кому-то нет а расскажи мне про вот этот белый налет сразу это пена то есть он основа застывает очень быстро и это это пена видишь она мнется при я провожу пальцем и она мнется вот она была ровно и она просто смялась это обычная пена вот ну условно мы берем любую основу у нее на поверхности пена все-таки это мыло и оно пленится как-то странно снаружи основа имеет вот такой цвет приближенный наверное к карамельке да когда мы ее разрежем внутри она будет светлее то есть у нее такая толстенькая корочка она тверже чем обычная основа режется она плотнее видишь это нормальное абсолютно явление так должно быть она топится плохо если топить ее отдельно у нее значительно выше температура плавления если мы сравниваем с обычной прозрачной основой то температура плавления максойла выше соответственно я рекомендую топить ее вместе с маслом сразу авокадо берем 30 процентов правильно вот значит 30 грамм 30 грамм вот смотри мы ее льем 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 а все еще мало мы все льем льем и прям вот так мутерона да 52 грамма соела и соответственно 15 грамм твердого масла максула давай с обычной смешаем давай можем взять цветную с цветной можем взять прозрачная она будет давай выбирай цвет такой больше не нравится но это интересно кстати как она такая желтоватое смешать но сразу нужно тогда брать внимание да если мы желтый добавим в тиффани цвет поменяется да 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 с прозрачкой смешаем да и и Как рассчитывается масло? То есть мы здесь сделали 100 грамм основы, но мы считаем не 30 грамм масла, потому что основу максоила мы добавили 50 грамм. То есть 30% считаем от максоила. 15 грамм можно добавить. Как правильно рассчитать быстро проценты? Все знают? Если 50 грамм, нам нужно 30%. Умножаем 3 на 5, получаем 15. Предлагаю добавить, допустим, 7 грамм жидкого и 7 грамм жидкого. Да, я согласна. Опустила. Мылю. Теплая даже. Идет пена. Причем много пены. А у нас здесь 3 ложки масла. Смотрите, много пенки. Ну вот здесь мы уже видим, да, что оно прозрачное. То есть через него видны расплывы розовенького. Ну вот, точно так же прекрасно все мылится, пенится. Сиям резочки. Очень мягкая, нежная пена. Вода холодная. Вода холодная, да. В теплой воде мылится еще лучше. Это вот. С прозрачкой и с маслом. Видишь, она стала условно прозрачной. То есть цвет этой основы она сохранила частично. То есть мы смешали с вами жужуба вот эти две основы. Да. Все. Всем счастливо. Пока-пока.